Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил. Человек наш. Он это забыл. Деньги, деньги, трепетеньги, позабыв. Покойный день. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепетеньги. Сколько тебе нужно золота? О, глубокий вопрос. Эээ, много. А если его будет слишком много? Глупые животные. Золота, может быть, слишком много. На планете идет активное противостояние. Сегодня это ясно даже младенцу. Вирус, карантины, поголовная вакцинация, мировой кризис, голод, войны, революции, закрытые границы, полицейские государства, экологическая катастрофа и надвигающийся электронный концлагерь с одной стороны. И при этом пробуждающиеся. Мечтающиеся, осознанные, стремящиеся к миру, добру, любви, созиданию люди. Люди, мечтающие жить устойчивой, свободной, полноценной жизнью в гармонии с природой и в развитии. Вне зависимости от того, с какой стороны баррикад ты находишься в данный момент, возможно, ты чиновник, олигарх или политик, уверен, если ты человек, а не биоробот, рептилоид или клон, ты, так же, как и я, хочешь жить. И если ты не планируешь вывозить детей на другую планету, сохранение жизни здесь, на этом шарике, для тебя тоже важно. И все сказанное в этом фильме касается и тебя так же. Смотри до конца, именно сегодня мы расскажем тебе о хитростях биоблокчейна, что такое годнота и какова природа денег. В этом фильме мы расскажем тебе о том, как выжить, куда вкладывать деньги в кризис и как уехать из города и создать вместе с единомышленниками биосферное поселение. Итак, поехали. На дворе жаркий летний день 2025 года. Вы завершаете продолжительное совещание в офисе. Некоторые из ваших коллег участвовали в нем дистанционно. Находясь дома, их лица и тела в виде голограмм проецировались на кресло вокруг стола. Но вы приехали в офис. И из-за этого вас ожидает награда – легкие закуски, представляющие собой созданные в лаборатории салями и виноград. Потом вы выходите на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха и выпить кофе. Автомобили на дорогах обходятся без водителей. А мимо вас проходят люди, которые с помощью интернет-соединения, имплантированного в сетчатку глаз, на ходу проверяют курс акций. Вы заказываете латте соевым молоком. Это единственный вид молока, оставшийся на рынке после краха молочной промышленности. Вы запускаете руку в бумажник и извлекаете несколько купюр, сложенных пополам и со слегка потрепанными уголками. Вы разглаживаете бумажки, прежде чем скормить их в щель для банкнот в роботе-бористе. Так, стоп, минуточку. Какие еще банкноты в будущем? Да ведь через пару лет уже никто не будет пользоваться наличными. Не правда ли? Если ты все еще думаешь, что электронный концлагерь это выдумки конспирологов, или что Билл Гейтс стремится спасти мир своей вакциной, как тебе такое? Здравствуйте, я Билл Гейтс, директор Майкрософта. В этом видео вы будете видеть будущий. А куда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Майкрософт зарегала патент 2020-06-06-06. Это уже даже не смешно. Этот патент на... Где бы ты ни жил на этой планете, за метр-квартиры в многоэтажке тебе придется выложить не менее 1000 евро. А мечтать о стильном, уютном домике у озера вообще могут себе позволить только избранные. Конечно, здесь возможны варианты. Но недвижимость – это не только цена квадратного метра. Это местоположение, соседи, инфраструктура, договора с подрядчиками, время на постройку, согласование, разрешение, сдача в эксплуатацию, подключение к коммуникациям и инженерным сетям. А далее тебя ждут налоги, ремонты, счета за жилищно-коммунальные услуги. А можно ли обеспечить себя и свою семью прочным, современным, надежным, уютным, теплым, загородным домом, потратив на это на 90% меньше денег и времени, чем стоит любая известная тебе недвижимость? Можно. Мы живем в таких домах и строим их для друзей. Дом-купол 2020. Быстро, надежно, без согласований и счетов на воду и электричество. Это не просто загородный дом. Это дом, который ты можешь построить в любом приглянувшемся тебе месте за один день. В лесу или у озера. А если тебе захочется сменить обстановку, отправь его почтой в любую точку планеты. Немаловажно и то, что покупая дом в новостройке или коттеджном городке, ты обогащаешь очередного олигарха. Заказывая дом-купол у нас, ты делаешь благое дело. Помогаешь реализовывать биосферные проекты, направленные на сохранение жизни на нашей планете. Заходи на сайт дом-купол.ком. Для зрителей канала Мальфар Карпатский эксклюзивные подарки. Этот патент на приложение для привязки человеческого тела к криптовалютной системе. Патент Майкрософта 06060636, цифровая валюта, где интерфейс – это тело человека. Из патента. Активность человеческого тела, связанная с задачей, предоставляемой пользователю, может использоваться в процессе интеллектуального анализа криптовалютной системы. Сервер может предоставлять задачу устройству пользователя, которое коммуникативно связано с сервером. Датчики, коммуникативно связанные с устройством пользователя или содержащиеся в нем чипы, могут воспринимать активность тела пользователя. Данные активности тела могут быть сгенерированы. Система криптовалюты, коммуникативно связанная с устройством пользователя, может проверить, как данные активности тела удовлетворяют одному или нескольким условиям, установленным системой криптовалюты, и предоставить криптовалюту пользователю, чьи данные активности тела проверены. Проще говоря, Microsoft хочет использовать человеческий мозг как блок в блокчейне, а сеть 5G может обеспечивать достаточную пропускную способность для реализации этого. Фактически, это очень краткое описание интерфейса мозг-компьютер, который может считывать и записывать электромагнитные сигналы от мозга на таком мелкозернистом уровне, что мозг буквально становится биокомпьютером в сети. Зачем все это? Тут попробуем разобраться, какую истинную, а не декларируемую задачу решает это приложение, интегрируя биологический организм в систему криптовалют. И какие именно проблемы элит устраняются таким решением? Человек и его личный материальный ресурс. Специалисты по энергосистемам человека, как и народная мудрость, считают, что человек приходит в этот мир не с пустыми руками. Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка, гласит народный фольклор. Это означает, что новорожденный приходит в мир с неким материальным приданным, потенциалом на материализацию материальных благ, выписанным ему родом. У каждого объем этого потенциала, как и пропускная способность материальных благ, разные. Это уж у кого как предки в роду постарались. Но с пустыми руками дети сюда не приходят. У каждого из нас есть материальный канал, по которому нам свыше. Из рода спускается годнота. Видим материального благосостояния. Годнота – это не деньги. Это жилье, пищевая база, доступ к материальному обеспечению родителей, наследство, пособие от государства. Все в совокупности, обеспечивающее ту или иную степень материального благосостояния. Например, муж с женой живут много лет. Муж раскручивал бизнес, заработал капитал, и жена особо в этом участия никакого не принимала. Но вот они развелись. И тут бизнес накрылся, как говорится, медным тазом. А все потому, что на этого мужчину раньше распространялся канал, по которому его жена получала годноту от своего рода. Поскольку он, как муж, являлся частью ее энергосистемы, ее родовой материальный канал его же и подпитывал, даже при отсутствии ее физического участия в бизнесе мужа. Или такой затасканный бизнес-тренерами пример о том, что если у богатого человека отнять все, то он через какое-то время снова станет богатым. А если нищему подарить мешок денег, он быстро все потеряет. Коучи объясняют этот феномен мышлением миллионеров. И призывают активно его осваивать. Мы же призываем смотреть шире. Человеку для благополучия, то есть получения благ, нужно не стремиться к обретению каких-то специальных навыков, а просто признать свое право на доступ к бесконечному источнику изобилия. Это изобилие перекачивается из того мира, мира предков, в этот, самим человеком. Человек может сузить этот свой канал из-за неправильных ментальных установок, будь то неосознанно приобретенных в социуме, либо унаследованных по негативным родовым программам, а может и расширить. Был жизнь человека маленький. У него была сузба маленькая. И маленький очень по размеру подфель. Получал он заплату маленькую. Жизнь – это движение, направление и распределение энергии. Сон – основной способ получения энергии. Не основные – это пища, другие живые существа, природа, физическая зарядка, кстати, хорошее слово, очень точно отображающее происходящий процесс. А каждая мысль, эмоция, действие – это просто передача энергии. В распоряжении человека безграничное количество энергии. У человека нет необходимости, да и возможности, энергию производить, накапливать или хранить. В этом не точность фильма «Матрица». Человек – не электростанция. Матрица – это система. Система и есть наш враг. Мы можем лишь получать и отдавать. Но, повторяю, по праву своего существования мы имеем доступ к источнику неограниченного количества энергии. Кому сколько хватает осознанности или сноровки, силы намерения, кому сколько хватает всего этого, тот и перекачивает именно столько энергии. Об энергии пентаклей или изобилии. Человек приходит в этот мир с целью развития. И Вселенная готова обеспечивать его всем необходимым для реализации этой цели. Впрочем, есть нюанс. В том мире нет такого понятия, как деньги. Годноту, достаток, витальную силу, здоровье, любовь, знания, жилье, землю, пищу, одежду, воду, чистый воздух, животных и прочие ресурсы, полезные и приятные человеческому бытию, они, то есть высшие силы, там понимают и рассматривают как ресурс и готовы предоставлять в изобилии. Недостаток ресурсов ты можешь ощущать только, если не реализуешь свою цель, либо думаешь, что тебе нужны деньги для ее реализации. Но просить у Вселенной денег это глупо, но непонятно ей, зачем тебе деньги и что это такое. Тот факт, что там непонятен феномен денег, как таковой, является одним и свидетельств тому, что деньги это искусственная надстройка над природным витальным ресурсом. Если бы больше людей ценили свой дом превыше золота, мир был бы намного лучше. Надстройка, не встроенная в биосферу планеты, точнее встроенная, но это вкрапление не носит симбиотических характеристик, а является чужеродной и построенной по противоположным принципам, паразитическим. Итак, назовем условно эту материальную энергию годноты, которая перекачивается насосами-человеками из мира своих родов в этот мир энергии изобилия или энергии пентакли. Вот, например, туз пентакли-таро. Рука из облака мира предков, возможно, протягивает золотой пентакль, материальный канал в наш мир. Таким образом, как мне на данный момент представляется, каждый человек является владельцем материального канала, запитанного наверх в мир родовых структур. Далее, человек является носителем и проводником предназначающейся личной ему энергии, годноты, по своему материальному каналу оттуда в наш мир. И третье, он трансформирует с той или иной степенью интенсивности и эффективности эту энергию в этом мире в материальные блага. Если бы ты сознательно направил всю доступную тебе вселенскую мощь в выбранном тобою направлении, ты бы мог создать новую галактику. Тогда почему же энергии часто не хватает даже встать утром с кровати? Почему все отпущенное нам время жизни уходит на обеспечение нужд нашего тела едой, водой, одеждой, жильем? Почему энергии хватает только на то, чтобы выживать? Куда одевается вся остальная энергия? Ее у тебя забирают. Оставляют лишь минимальный прожиточный минимум. Каждому свой. Сохранять власть над людьми они могут лишь пока оставляют им что-то. Если отобрать у человека все, он уже будет им не подвластен. Кто забирает? Существа, которые по факту своего существования не обладают доступом к источнику. Поэтому они могут существовать только как паразиты. То есть брать энергию у тех существ, которые таким доступом обладают. Например, у человека. Как они забирают энергию? Очень просто. Для начала ты не должен знать ни о своих корнях, ни о своих способностях, ни о своем доступе к бесконечному источнику. Именно поэтому горят на кострах книги и люди. Именно для этого устраиваются войны, революции, пожары. На них удобно списывать смерть лучших представителей рода человеческого и уничтожение древних артефактов и знаний. Именно для этого введено обязательное средненькое образование. Переписывается история, подменяются календари, обрывается преемственность поколений. Ибо, как сказал Герман Греф, если человек самоиндентифицируется, управлять, то есть манипулировать им станет невозможно. Зачем все это? Неужели нельзя просто захватить и отнять? Можно, конечно, но, во-первых, их совсем немного. И проявляться в нашей мирности они могут лишь на непродолжительное время. Среда для них неподходящая. Во-вторых, нет смысла убивать всех сразу. Мы для них еда, и они разводят нас с вами как кур, контролируя численность. Для них важно лишь как можно дольше оставаться в тени. В-третьих, добровольно отданная тобой энергия в тысячи раз полезнее и питательнее, чем взятая силой. Смотри фильм «Звездная пыль». Сказка-ложь давний намек. «Сияющее золотое сердце умиротворенной звезды намного полезнее твоего маленького испуганного сердечка, но даже оно намного лучше, чем ничего». Коны мироздания действуют непреложно и всегда. Насилие в любой форме всегда влечет соответствующее наказание, но если существо само по своей воле отказывается и передает свое священное, данное создателем права выбора, то с ним, существом, сделать можно все, что угодно. Икон не будет нарушен и гастут свеч. Ну, а затем, когда ты уже забыл о том, кто ты есть, твоя энергия уходит туда, куда ты направляешь свое внимание. То есть, твое внимание это вектор направления твоей энергии. Соответственно, нужно лишь направить твое внимание в нужном паразитической системе направления. Нас заставляют конвертировать нашу бесконечную космическую энергию в бумажки, в деньги. Кроме того, конвертация двойная, поскольку стоимость продуктов, одежды, жилья завышена многократно. То есть, грубо говоря, чтобы вырастить морковку, ты потратишь одну единицу энергии, а чтобы купить морковку в магазине, тебе нужно уже 100 единиц энергии. Энергетическая природа денег. А что такое энергия денег? Эквивалентна ли она родовой энергии изобилия? Лишь отчасти. А иногда и вообще неэквивалентна. Особенно, когда касается высасывания из масс годноты через деньги в массовом масштабе. Суть этого механизма вкратце заключается в том, что деньги это надстройка над энергией природного изобилия, задуманная и по сей день выполняющая функцию пылесоса, которая высасывает силу, принадлежащую каждому человеку по праву рождения. А люди думают, что деньги это их ресурс. Мои деньги, мои сбережения, моя зарплата. Наивные, наивные человечки. Деньги это инструмент сбора налогов. Инструмент стимулирующий людей беспокоиться и работать. Не трудиться, а именно работать. Потому что надо платить счета, надо платить налоги, все больше и больше налогов надо платить. С каждой купленной вещи мы платим налоги. С каждого заработанного нами рубля платим налоги. Работодатели платят налоги не только на то, что с помощью рабочих заработали, но и на то, что их наняли и выплатили зарплату. С каждого приписанного к нам через кадастр метр жилья мы платим налоги и при акте покупки и потом ежегодно. К слову, при феодализме налог был десятина. Сегодня? Если суммировать все проплачиваемые в месяц нами налоги, некоторые экономисты насчитывают до 80% налога. Можете проверять. Другими словами, до 80% генерируемой нами губноты, а может и больше, собирается через деньги и переправляется к конечному бенефициару. Вчера это была десятина, сегодня это 80%. Завтра, забегу вперед, не будет налога. Весь наш канал будет принадлежать тому, кто сегодня является владельцем мировых денег. Так вот, деньги были запущены кесарем для того, чтобы они деньги сделали оборот по людям, сняли с них годноту и вернулись обратно к кесарю. Помните, Иисуса в Библии спрашивали фарисеи, так как, платить налоги-то или нет? Он показал монетку, спросил, чье изображение на монетке? Кесаря. Так и отдайте кесарю кесарево. Нет ваших денег, ребятки. Они все кесаря, то есть эмитента денег. Что ваше? Годнота ваша оттуда. Годнотой этой вы делитесь с кесарем, пропуская его деньги через свою жизнь. Под словом кесарь мы подразумеваем кучку лиц, в чьих руках, лапах, клещнях, щупальцах сосредоточены потоки, собранной с населения годноты. Перенаселение планеты, ресурсы кончаются, голод, воды, питьевой мало. Эти их лозунги предлагаются барашком в качестве объяснения снижения качества жизни популяции, а на самом деле нужно лишь контролировать годноту, удерживая народ в нележестве, апатии и безнадеге. Ресурсов же на самом деле на земле валом. Встраивание системы искусственного интеллекта криптовалюты в биотела носителей каналов, перекачивающих годноту оттуда в наш мир дает паразитам полный контроль не только за годнотой, но и доступ к авторизации, к самим каналам оттуда, через которые собственно годнота и перекачивается. Встроив биотела в блокчейн криптовалюты, они получают полный контроль за самими нашими материальными каналами. Соответственно перекачивать по своему усмотрению будут уже они, а не мы. Элегантное решение, на мой взгляд. А деньги, как таковые, уже доживают последние дни. Да как же быть? Что с этим всем делать? Отдадим свои каналы в рабство или трансформируем все общество и систему в соответствии с природными и космическими ритмами иконами? У нас с вами есть выбор. Либо развитие, движение вперед, либо тотальное рабство, исползание назад по спирали. Выбор за тобой. Для каждого из нас сейчас жизненно необходимо ответить на вопрос «Кто я?» «Что во мне такого ценного?» «Зачем я нужен кесарю?» «Что ему от меня нужно на самом деле?» «Ведь бумажек он сам может себе напечатать. А сейчас уже и печатать собственно говоря не нужно. Достаточно ноликов на экране нарисовать. Теперь ты знаешь чуть-чуть больше о том, как мы люди на самом деле устроены. И давай поговорим о том, что мы можем сделать. Нам нужно объединение здравомыслящих и проснувшихся». «Средиземье на грани уничтожения. Никому не избежать одного. Вы не объединитесь или погибнете». «Ведь один в поле не воин». И нужно ли нам воевать с существующей системой? Наш ответ нет. Не нужно. Нам нужно создавать свою. Не альтернативную, а природную и гармоничную. «Вот такая волшебная тучка. И тут раз, и только что было яркое солнышко, но тучка нас закрывает». «Да». И тучки идут к нам. Для наших постоянных зрителей не секрет, что Мальфар Карпатский много лет раскрывает тему гармоничной жизни человека в природе. За последние годы нами вместе с единомышленниками разработана и реализуется программа создания биосферных поселений. Первая из которых сейчас создается в Карпатах в Украине. Ежедневно нам приходят сотни писем от человеков, которые хотят, горят и стремятся начать жить такой же жизнью. Но у большинства из них есть причины. Реальные или надуманные или подстроенные системы, которые не позволяют им реализовать свое намерение. Если суммировать все эти причины, то можно вычленить несколько основных. Нет денег, чтобы обосноваться в природе. Нет единомышленников, нет знаний, нет земли. Это если говорить о тех, кто только собирается ехать в природу. Если же взять уже существующие поселения, то там также есть вполне конкретный набор причин, которые не позволяют им развиваться. Например, вопросы с оформлением земли, отсутствие инвестиций, несоответствие ожиданий предлагаемой концепции, слабые команды и непрофессиональные решения, то есть отсутствие кадров, нет возможности развиваться и масштабироваться, проблемы взаимодействия с властями и местными жителями, проблемы моделей реализации своей продукции, самобеспечения или автономности. С другой стороны, сегодня в мире мы имеем кризис финансового рынка. Есть много инвесторов, как официальных компаний и меценатов, так и просто людей, у которых есть свои средства. И они хотят их вложить, чтобы затем получать стабильный доход. И у каждого из них есть вопрос, куда вкладывать деньги во время кризиса. А еще у нас есть владельцы земли, и у них свои проблемы. Что сажать, как продавать продукцию, кто будет обрабатывать землю, какие применять технологии, химию или пермакультуру. Все эти, казалось бы, естественные проблемы абсолютно неестественны. Корень их в том, что современная система противоречит конам мироздания. За 10 лет нами накоплен большой опыт. И мы с уверенностью говорим о том, что модель биосферного поселения решает все эти вопросы. весной, весной, когда по всем странам прокатился коронакризис, у нас в Биополисе цвели нарциссы, рождались козлята и росла рассада. Когда вас закрыли по квартирам, мы спокойно гуляли по лесам и лугам и сажали деревья. А сейчас, когда всех вас уже поставили перед фактом второй волны коронавируса, у нас, как грибы после дождя, множатся дома-купола, зреет малина и ежевика. Грибов, кстати, в этом году тоже завались. Всех пугают экономическим кризисом, голодом, повышением цен, а наше стадо коз из семи увеличилось до 24. Пчелы собирают мед, а в погребе множатся банки с консервацией. И мы понимаем, что сейчас, как и всегда, надежнее всего вкладывать ресурсы в вечные ценности, в устойчивые алгоритмы взаимодействия человека и природы. Именно поэтому мы создали решение, объединяющее три базовых составляющих успешной реализации идей устойчивой и гармоничной жизни человека в природе. Это люди, земля и инвестиции в экологическую экономику. Людям, стремящимся к жизни в природе, нужна земля и инвестиции. Владельцам земель нужно, чтобы земля давала плоды, нужны идеи развития территории, сохранение биоразнообразия и заботливые руки людей, живущих на той территории. Инвесторам же нужна стабильность, надежность, точное понимание будущих дивидендов и возврата инвестиций, не мыльные пузыри бирж и банковских вкладов, а реальные ценности. Поэтому сейчас мы разрабатываем франшизу биосферное поселение, чтобы жители поселений, владельцы земель и инвесторы могли найти друг друга и успешно сотрудничать, чтобы участие каждого было понятным и безопасным. Доступ к документам по франшизе и к участию в программе имеют только попечители фонда. Становись попечителем фонда, к концу года мы опубликуем большой пакет документов по франшизе, который будет доступен исключительно попечителям фонда развития биосферных поселений. Всем добра! Не отступайтесь от цели. Это будет с вами благословение эльфов и людей и всех свободных народов. Субтитры создавал DimaTorzok